Всем привет, я Макс и сегодня расскажу про 5 лучших флагманов за 2018 год. В данной подборке имеется 5 лучших смартфонов и каждый из них является отличным устройством. И для вас, и для вас на первом месте может быть любой из них. Ну и начнем мы в данном топе со смартфона iPhone XS Max. Смартфон внешне безусловно один из самых красивых и универсальных. Что означает он скорее всего с большей вероятностью понравится почти всем людям. Как обычно для iPhone он имеет стекло с обоих сторон и металлический каркас. Его внешний вид нейтральный, он подойдет как мужчинам, так и девушкам. Кстати, сам смартфон не такой и легкий, как может показаться. Его вес 208 грамм. Дисплей здесь также не маленький, 6,5 дюймов и матрица OLED. Разрешение 2К, а также поддерживает 100% охват sRGB. Имеется у смартфона и защита от воды IP68. За производительность в данном смартфоне отвечает самый мощный процессор в смартфонах в мире, который установлен здесь. Он имеет всего 6 ядер с максимальной тактовой частотой 2,6 ГГц. Оперативной памяти 4 ГБ. Работает на последнем iOS 12. Работа самого смартфона безусловно быстрая. Игры, программы, все будет работать максимально быстро на сегодняшний день. Что касается камер, то здесь установлено 2 штуки на 12 плюс 12 мегапикселей. Одна из камер отвечает за 2-х кратное оптическое увеличение. А также имеется и функция боке. Фотографии отличные. И если сравнивать с другими флагманскими смартфонами, вряд ли обычным взглядом можно будет заметить разницу. Качество прекрасное. Как всегда, айфоновские фотографии будут отличаться журнальностью из-за предустановленных настроек. Контрастности, резкости и баланса белого. Видео смартфон пишет хорошее. Есть поддержка 4К. А также имеется и оптическая стабилизация. Само видео имеет высокий битрейт с отличной детализацией. А вот фронтальная камера здесь на 7 мегапикселей, которую компания Apple переставила с прошлого смартфона. Но в любом случае, фронтальная камера на хорошем уровне. Хоть и прошлогодняя. Дальше, что касается автономности, то она здесь обычная для флагманских устройств. Хотя аккумулятор маловат для подобного размера смартфона. Всего лишь на 3174 мА. Что, конечно, сказалось на его автономности. Смартфона хватает только на один день впритык. А вот что не порадует многих, так это его медленная зарядка. Которая заряжает смартфон очень медленно для флагманов. Около 3 часов зарядки. В итоге, данный смартфон подойдет тем, кто уже знаком с iOS. Но подойдет данное устройство далеко не всем. Из-за его стоимости относительно других флагманов. Его стоимость в России от 93 тысяч рублей до 122 тысяч рублей в зависимости от версии памяти. Следующий смартфон это так называемый убийца флагманов OnePlus 6T. По внешнему виду смартфон обычный. Да, выглядит он как флагман, но не сказать, что в нем есть чему зацепиться глазом. Все хорошо. Корпус металлический, стекло с двух сторон. На лицевой части разместился большой экран на 6,4 дюйма. Матрица оптика AMOLED, разрешение Full HD. Стекло здесь Gorilla Glass 6. Есть вырез в экране, но он не очень большой. А также в данном дисплее встроен сканер отпечатков пальцев в нижней части экрана. За производительность отвечает мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845 и 6 либо 8 гигабайт оперативной памяти. Работает на Android 9. Всего этого более чем достаточно для удобной работы в смартфоне, просмотре браузера. Все это на самом высоком уровне и достоин любого флагмана. А также порадует его фирменная оболочка Oxygen OS, которая очень гибкая для настройки под себя и имеет кучу функционала. Игры, конечно же, смартфон поддерживает все на максимальных настройках. Насчет камеры, здесь установлено два модуля на 16 плюс 20 мегапикселей от компании Sony. Есть поддержка оптической стабилизации и режима видеосъемки в 4К. Фотографии получаются отличного качества на высоком уровне, но в целом она не дотягивается до самых топовых устройств и входит во вторую десятку смартфонов. Но это тоже довольно-таки неплохой результат, быть во втором десятке из всех смартфонов в мире. Фронтальная камера, кстати, хорошая на 16 мегапикселей, с хорошей четкостью и детализацией. Есть разные функции улучшения и размытия. По автономности смартфон имеет аккумулятор на 3710 мА и его хватает на полтора дней работы, а заряжается он за полтора часа с помощью быстрой зарядки. Главной особенностью смартфона это его стоимость относительно других флагманов. Очень невысокая. При этом он имеет свежее актуальное железо, как и в других устройствах. Подойдет данный смартфон тем, кому хочется получить флагманские характеристики, а также гибкую операционную систему и разнообразные настройки. Также смартфон, можно сказать, компактный и имеет неплохую автономность. Сегодняшняя стоимость смартфона в России около 40 тысяч рублей. Ну а следующий смартфон известен как однокамерный флагман. Это Google Pixel 3. По внешнему виду смартфон, конечно, может понравиться не всем из-за глубокого выреза в экране. Но сам корпус, безусловно, оригинальный. Дисплей здесь размером 6,3 дюйма, матрица OLED. Разрешение 2К. А стекло установлено Gorilla Glass 5. За производительность отвечают, как обычно, мощное железо и 4 гигабайта оперативной памяти. Сам смартфон прекрасно работает в браузерах, в играх, как и другие флагманы. Также любителям чистого андроида данный смартфон просто обязан понравиться. Чище андроида вам точно не найти. И производитель будет его поддерживать более чем 2 года. Что касается камеры, то Google в очередной раз установил 1 модуль камеры, дабы показать, что 2 модуля это лишнее. И в очередной раз им удалось это доказать. Правда, все равно, лучшим камерафоном его точно не назвали в 2018 году. Но фронтальная камера здесь имеет, кстати, 2 модуля. Второй модуль отвечает за сверхширокие фотографии, которые захватывают много людей в кадр. Дальше, что касается автономности, то смартфона хватает в основном на 1 день, но не более. Заряжается он не очень быстро, чуть менее 2 часов. За безопасность в данном смартфоне отвечает обычный сканер отпечатков пальцев, размещенный на тыльной части, а также есть и разблокировка по лицу. Данный смартфон на 2019 год точно является актуальным, да и вышел не так давно, буквально пару месяцев назад. Так что, кто любит чистый андроид, а также фотографировать в темное время суток, этот телефон отличный вариант. Его сегодняшняя стоимость в России 67 тысяч рублей. Также его можно приобрести и из Европы. Официально в России компания Google по-прежнему его не продает. Следующий смартфон это самый свежий флагман от компании Samsung, то есть Samsung Note 9. Данный смартфон по техническим характеристикам даже на сегодняшний день является самым мощным творением от компании Samsung. Внешний вид устройства, как всегда, для серии Note, он мужского плана. Строгий смартфон для бизнеса. За производительность, как обычно, здесь отвечает 8-ядерный процессор, от компании Samsung. Exynos 9 9810, либо Qualcomm Snapdragon 845. Но я лично в России видел версии только на Exynos. По сути, данные процессоры одинаковые по мощности, поэтому разницы никакой. Также в смартфоне установлено 6-8 гигабайт оперативной памяти и прошивка Android 8. А в начале этого года обещают обновиться до Android 9. Данной мощности достаточно для всего, что нужно. Игры, программы и так далее. Как и во всех флагманах. Дальше, что также интересно, это его камеры. Фронтальная здесь имеет 8 Мп с функцией улучшения лица, а основная на 12 плюс 12 Мп с оптической стабилизацией, а также сменной диафрагмой, что является редкостью для смартфонов и встречается только у Samsung. Второй же модуль объектива отвечает здесь за 2-х кратный оптический зум. Есть и размытие заднего фона, а также поддерживает запись до 4К 60 кадров в секунду. Но именно в этом режиме отсутствует оптическая стабилизация, как и в других смартфонах. Дальше, что стоит отметить, так это в смартфоне имеется главная его фишка. Это стилус S-Pen. Это безусловно упрощает жизнь, когда вам часто приходится что-то записывать. Ведь благодаря этой фишке данный смартфон уже какой год популярен и не зря. Сам стилус, который находится в смартфоне, как и в графических планшетах, имеет 2048 степеней нажатий на экран. То есть его можно реально использовать для разных художеств. Автономность смартфона здесь хорошая, на 4000 мА. Хватает его спокойно на 1 и даже 2 дня. Быстрая зарядка также присутствует, которая заряжает смартфон за полтора часа полностью. В итоге данный смартфон даже сегодня, спустя полгода, будет отличным вариантом для бизнеса. Но также данный смартфон остаётся отличным камерафоном. Стоимость устройства сегодня в России 70 тысяч рублей. Ну и последний смартфон, про который я сегодня расскажу, который в этом году действительно был самым интересным, это Huawei Mate 20 Pro. Данный смартфон внешне однозначно очень привлекателен. Он блестит и переливается. И думаю, такую блестяшку будет жалко помещать в чехол. На тыльной части у смартфона стекло, каркас здесь, конечно же, металлический, как и у других смартфонов. Что касается дисплея, то его рамки минимально небольшие. Вырез в дисплее присутствует, но он не такой большой, как в том же самом гугле. Да, также отмечают пользователи, что защита от воды тут отличная. С смартфоном можно хоть плавать и нырять, но я лично не рекомендовал бы нырять с ним, тем более более чем на 1-2 метра. Да и вообще подобная защита здесь только для того, чтобы разлив что-то на смартфон, например, чай, данное устройство не сломалось. По части производительности здесь установлен самый мощный производительный процессор в мире на системах Android. И все это благодаря тому, по-моему, процессору Kirin 980. Что касается камеры, то данное устройство является сегодня самым лучшим фотоаппаратом в мире. Здесь целых три модуля, и главный модуль имеет 40 мегапикселей от компании Sony и с оптикой Leica. Также есть и модуль на 8 мегапикселей телеобъектив и 20 мегапикселей широкоагональный объектив. Что касается видео, смартфон также достоин это делать качественно и не хуже, чем хорошие цифровые фотоаппараты. Есть и стабилизация, и поддержка 4К видео. По части безопасности здесь установлен современный сканер опечатков пальцев, встроенный в дисплей, и инфокрасная система распознавания лица, благодаря чему сканер опечатков может и не понадобиться. Также отмечу и быструю зарядку на 40 Вт, которая заряжает смартфон всего лишь за 1 час, что сегодня удивительный результат среди флагманов. Ну а самого смартфона спокойно хватает на 2 дня использования. В итоге данный смартфон точно подойдет, если вы хотите купить самое технологичное Android устройство сегодня. Его стоимость, конечно же, не из самых маленьких, почти 78 тысяч рублей. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Если понравился данный топ, обязательно нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также не пропускайте более свежие и интересные топы на этом канале. Удачи всем и пока!